До недавнего времени Арктический Совет являлся едва ли не образцом международного сотрудничества. На фоне бурных политических событий на всех континентах и относительно благополучного экономического положения западных государств, прежде странам-членам Совета было, что называется, нечего делить. Во многом, тишь да гладь на полярных просторах объяснялась небольшим количеством участников Арктического Совета. Это обладающие территориями на севере США, Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия. Все они до недавнего времени предпочитали не политизировать Арктику и успешно работали над совместными проектами в областях морской навигации, науке и охраны окружающей среды. В общих чертах лидерство США будет сосредоточено на трех взаимосвязанных аспектах. Первый – решение проблем, связанных с изменением климата и его последствиями. Второй – безопасность добычи и охраны природных ресурсов. И третий – улучшение экономики и уровня жизни коренных народов Арктики. Все резко изменилось с момента аннексии Крыма России в прошлом году. Канада, ставшая председателем Арктического Совета в 2013-м, неоднократно критиковала Москву за действия в Украине. Апрельские мероприятия в Оттаве, посвященные популяризации и развития Арктики, власти Канады отменили. Причина в том, что в канадскую столицу собирались приехать российские лица, против которых введены международные санкции. Вдобавок, делегация Канады демонстративно бойкотирует заседание рабочих групп Арктического Совета в Москве на этой неделе. Канаду поддержали власти Норвегии. Они высказались против приезда в их страну вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, как одного из лиц, наказанных санкциями. Эти действия привели к дальнейшей эскалации. Россия в ответ усилила патрулирование своих границ с Норвегией. Такое развитие политических трендов приводит и к обострению аспектов экономических. Растущее количество разработок нефтяных и газовых месторождений за полярным кругом может спровоцировать конфликт интересов и возникновение противоречий в территориальных претензиях арктических держав. Возможно, ситуацию сгладит недавнее предоставление статуса постоянных наблюдателей в Арктическом Совете еще шести государствам – Китаю, Индии, Японии, Сингапуру, Южной Кореи и Италии. Этот шаг повышает международное значение северного региона и позволит более масштабно решать проблемы экологии, добычи полезных ископаемых, судоходства, морского промысла и туризма. Однако организаторам переговоров на полярном уровне следует помнить золотое правило дипломатии. Чем больше сторон участвуют в решении проблемы, тем труднее им договориться. Задачи, стоящие перед новым председателем Арктического Совета США, уже не выглядят легко выполнимыми. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.